Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие владимирцы! Сегодня мы поговорим о светском образовании и в новое время, в новой России у нас появилась возможность, чтобы духовно-нравственное образование получил ребенок и в школе. Мы знаем, что были введены учебники, основы различных религий, которые есть в России, основы православной культуры, основы мусульманской культуры, иудейской культуры, буддийской и учебник по мировым религиям. Выбор свободный, и ученики, родители их или лица их заменяющие должны избрать какой-то предмет. Конечно, многое зависит от директора школы, от преподавателей, которые будут преподавать этот предмет. Небольшое количество учащихся выбирают основу православной культуры, хотя православная культура, она присуща нашему народу, она тысячи лет существует. На нашей земле все наши предки, вся наша история, культура, они все связаны с православием. И, конечно, не изучая свою родную историю и культуру, ребенок не может считаться вполне образованным человеком. Учебник по основам православной культуры составлен дьяконом Андреем Кураевым. Другие учебники не все известны, авторы этих учебников, но заметно, что, конечно, люди не имели вполне компетенции в этих вопросах духовно-нравственных. Так, допустим, в основах светской этики, что говорится о нравственности? Что нравственности нет, что человек сам должен определять, добро это или зло. И, конечно, молодому человеку, четверокласснику трудно даже эти понятия для себя усвоить, что же есть добро, что есть зло. А тем более, если он выбирает сам, то это бывает некомпетентный выбор. Он или родители ему говорят о том, подсказывает, какой предмет выбрать, или его преподаватели. Вот мы знаем, что произошла трагедия в Казани, когда мальчик расстрелял своих преподавателей и своих одноклассников. Почему это произошло? Вот как раз здесь старшее поколение ему вручило самое страшное оружие. Они ему вручили неправильное понимание жизни. Ведь христианство и другие религии, они говорят прежде всего о любви к другому человеку. Светская этика не может дать этого чувства и развить это чувство у школьника. Если добро определяет сам человек, он определяет все, что связано с его именно какими-то жизненными убеждениями, что у него должны быть деньги, что у него должна быть власть, что у него должна быть хорошая работа, удовольствие различное. И поэтому мы знаем, особенно при патриотическом воспитании, нет, человек должен быть готов положить душу свою за своих друзей, за свое отечество. И моя жизнь, она меньше и ни в какое сравнение не идет с жизнью нашей Родины, всего нашего народа, всех наших соотечественников. И, конечно, когда мы слышим, что этот мальчик говорил о том, что он сам стал Богом, это невероятная гордыня, которая говорит о бездуховности этого человека. Он стяжал, будучи еще молодым, дух злобы, ненависти, убийства, и начал воплощать в своей жизни эти свои уродливые представления о этом мире. Поэтому, конечно, не так правильно названо, что основы православной и других религий. Это основы духовной культуры, надо назвать, конечно, этот учебник, основы духовной культуры разных религий России. И все они едины в том, что мы должны полюбить окружающих людей, что само понятие счастья – это часть от общего благополучия, потому что человек не может быть счастливым один. Он обязательно и какие-то деньги он зарабатывает вместе с другими людьми для того, чтобы свое материальное существование обеспечить. И в этом же обществе живут мои родители, живут мои братья и сестры, живут мои товарищи и друзья. И быть счастливым одному никак не получится. Мы обязательно вместе со всеми должны быть единой семьей и вместе строить свою счастливую жизнь. И в этом веке, и в веке будущем, куда призывает нас Господь наш Иисус Христос. Мы проводим различные семинары просветительские и с преподавателями, и с старшеклассниками. Пытаемся объяснить важность духовно-нравственного воспитания. Ну, что я заметил в своей жизни, когда встречаюсь с учителями, они не понимают даже этих слов. Что же такое духовность и что такое нравственность? И приходится объяснять, что нравственность – эти десять заповедей пророка Моисея, которые через века существуют в нашем обществе, обществе мировом, всей цивилизации человеческой. И эти десять заповедей, к сожалению, немногие знают из наших преподавателей, из наших лидеров. А все-таки эти заповеди вошли и в Конституцию России, вошли в трудовое право, уголовное право, как основа прав человека. И что же там написано? Неужели эти десять правилов нельзя почитать? Для чего же цивилизация их хранила и воспитывала многие поколения на этих заповедях? А они простые – не убей, не укради, почитай своих родителей. И, конечно, эти заповеди должны знать в первую очередь учителя и передавать их новому поколению. И рассказывать, что же, конечно, жизнь-то шире, чем эти заповеди, рассказывать, как их применять в своей жизни, потому что они тренируют чувства человеколюбия и совершенно другое отношение становится у человека в жизни. Эти заповеди развивают совесть человеческую, чтобы она была более чуткой. И там оканчиваются мои права, где начинаются права другого человека. И эти заповеди, они помогают обществу быть сплоченнее, единее. И обязательно надо, чтобы эти заповеди дошли до сердца каждого ученика. И само понятие духовность, объясняю я всегда так, что каждый учитель вам скажет, что частица его души находится в его учениках. То есть они его дети еще и по духу, который они впитали от учителя. То есть учитель – это не просто человек, который передает нам знания. Это человек, который передает свой дух. И чем будет выше сам учитель по духовной жизни, по нравственной жизни, тем больше пользы он принесет своим ученикам. И они меньше совершат ошибок в своей жизни. Как сказал наш великий педагог Антон Семенович Макаренко, «Без Бога человека воспитать невозможно». И еще есть у него такое крылатое выражение. «Правильное воспитание делает человека счастливым». Не материальное благополучие, а именно правильное воспитание. Семенович Макаренко